МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это КФУ Итоги недели. Сегодня в программе мы расскажем. Невозможно отделить общую биологическую грамотность, я имею в виду всех слоев общества, чтобы сберечь здоровье. В приоритете здоровье. Каким будет вклад медиков и ученых-биологов в государственную программу? Это было сделано с учетом поддержки в преддверии новогодних праздников. Каждый сотрудник ценный. Какой подарок получат преподаватели КФУ? И наконец-то наша мечта сбылась. Путешествие на край земли. Как осуществилась мечта про ректора и ученого? В 35 регионах России завершено формирование 15 научно-исследовательских центров мирового уровня. А благодаря недавно стартовавшей программе академического лидерства «Приоритет 2030» свыше 100 вузов получили гранты на развитие исследований по самым актуальным направлениям. Об этом как раз и напомнил Михаил Мишустин во время своего выступления перед лауреатами премии. Особое внимание он уделил теме объединения усилий всех стран, особенно при глобальных вызовах. Таким стала, например, пандемия коронавируса. И достижение России создание в невероятно короткие сроки самых эффективных и безопасных вакцин. Хороший пример работы отечественных ученых на благо всего мира. Российские ученые делятся и технологиями, и опытом борьбы с инфекцией с представителями разных стран. Ведь, по мнению Мишустина, жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод и не могут быть предметом торга. В связи с этим хотим отметить отдельно и работу биологов и медиков Казанского университета. И в борьбе с пандемией, и создании новых биомедицинских технологий, и в реализации программы «Приоритет». Мы начинаем цикл репортажей о вкладе каждого института и подразделения университета в масштабный государственный проект. И начнем его с репортажа об Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. В рамках программы «Приоритет 2030» КФУ определил для себя пять стратегических проектов. Первый из них – геномные и постгеномные технологии здоровьесбережения и повышения биологической грамотности для устойчивого развития общества. Говоря другими словами, работа медицинского кластера университета будет направлена на трансформацию образовательного, научного и инновационного пространства в области наук о жизни. Мы поняли, что невозможно отделить общую биологическую грамотность, я имею в виду всех слоев общества, чтобы сберечь здоровье. Дело в том, что за здоровье и сбережение отвечают не только медицины, не только врачи. Врачам приходится, наоборот, это как пожарные, уже тушить пожар, когда случилась болезнь. Чтобы тушить такие пожары, приходилось реже, а при идеальном варианте вообще не доводить до огня. Биомедицинский кластер начал реализацию четырех так называемых подпроектов. Они разделены на четыре центра превосходства. Это биологизация образовательного процесса, персонализированная медицина, цифровое здравоохранение и центр микробиом и экспосом. Наша задача донести все те современные знания, которые есть в области биологии. А сейчас мы далеко ушли от Дарвина времен. Поэтому вот он такой тренд. Но и, конечно же, раз мы говорим уже о здоровье и сбережении, то здесь тот контекст, который заложен в области биологии и медицины, это контекст, ну, скажем так, уже клинический, диагностический, прогностический, но еще очень важный контекст, тот, который лежит в сфере, то, что называется экспосом, то есть наше окружение. И это не только воздух, это не только вода, это не только питание. Это микроорганизмы, которые живут внутри нас, которые живут на нас. Они тоже вносят свой вклад в здоровье и в состояние человека. То есть, но вот этот вот весь массив данных, который приходится обрабатывать, который приходится учитывать, его невозможно обработать просто на бумаге, считая столбиком или что-то записывая. То есть это бигдейта. То есть без IT-технологии, очень быстрого анализа, никуда не обойтись. Не знаю, что сделать. Просто подышать воздухом кислородом. Не ценим, хотя бы не имеем. Это один из пациентов временного ковид-госпиталя КФУ. Это не оговорка, он временный. Так, по крайней мере, планировали при его открытии. Так сейчас надеемся все мы. Но сначала с его открытия прошло уже больше года, а пациенты все поступают и поступают. И вроде бы прививку изобрели. Сказали, вот она, берите, бесплатно, для вас. А спрос растет только при введении QR-кодов. Мы живем в пандемии. Мы столкнулись с инфекцией, которая имеет очень серьезные последствия. Очень высокий процент серьезных осложнений до летального исхода. Поэтому здесь выбора у нас, в частности, у человечества. В общем понимании нет. Надо вакцинироваться. Но понимают это не все. В этот период стало ясно. Население неграмотно в биомедицинских вопросах. Решение в рамках программы «Создание в КФУ Центр превосходства. Биологизация образовательного процесса». Мы разрабатываем биореакторы для иммунотерапии онкологических заболеваний. В данном устройстве вырабатываются терапевтические клетки для лечения онкологии. Это его прототип. Разработка ученых Казанского федерального университета. В проекте участвует индустриальный партнер. Работа ведется совместно с одной из израильских компаний. Она готова распространять наш продукт по всему миру. Тот случай, когда фундаментальные знания, прикладные исследования и запросы от реальных участников экономического рынка в результате синтеза могут сохранить чью-то человеческую жизнь. Разработка идет в рамках научно-исследовательской лаборатории биомедицинских технологий. Технологии клеточные для лечения онкологических заболеваний, они даже в мире появились буквально в последние десятилетия. До нашей страны они еще только доходят, а в нашем регионе их нет совсем. С помощью этих устройств, которые мы разрабатываем, врачи смогут лечить онкологию у тех пациентов, которые в данный момент неизлечимы. Эта лаборатория входит в состав Центра превосходства «Персонализированная медицина». У него два основных направления – здравоохранение и фармацевтика. Всего в нем 18 лабораторий и научно-практический центр иммунологии и астмы. Для всех задача – разработка новых методов диагностики, способов лечения и реабилитации больных. Чтобы это все не оставалось только на полках и в научных журналах, приоритет – взаимодействие с индустриальными партнерами. Причем основной из них – это университетская клиника КФУ. Плюс медучреждения из США и Европы. А в Татарстане создается консорциум вместе с научным центром РАН, медуниверситетом и академией. Подключаются и фармакологические компании. Больше ресурсов требует меньше времени на разработку и внедрение абсолютно новых подходов здоровоизбережения. Самый дорогой в мире лекарственный препарат стоил до недавнего времени 150 миллионов рублей, то есть более 2 миллионов долларов за одну дозу, за один шприц. Конечно же, это не идет ни в какие ворота. И мы предлагаем решения, которые бы позволили в десятки, а может быть даже в сотни раз снизить стоимость подобных препаратов. Выращиваем бактерии. Сначала это называется микроскейл, в маленьком количестве. Дальше мы должны их выращивать уже в большом объеме в колбах на литр. Перейти на кубометры помогут крупные агрокомпании и ветеринарный институт в Казани. Агроуниверситет в рамках специально созданного консорциума. Это один из его проектов по сельскохозяйственному направлению «Центр превосходства микробиом и экспосом». В центре 12 лабораторий. Они изучают бактерии, живые организмы и химические факторы здоровья человека. Наша задача в данной работе является именно понимание вот этих вот механизмов, как мы можем влиять на экспосом. Это раз. А во-вторых, как он в ответ влияет на нас. И поверуются. А, и вот инструменты, в которых я ничего не понимаю. Да. А это операция подготовки к какой? Это подготовка к операционной трахеи. Операция в виртуальной реальности. Это тренажер для студентов-медиков. Тренироваться и практиковаться на реальных пациентах, понятное дело, опасно. Манекены дорогие. И в случае неосторожных действий их сложно восстановить. А вот в VR все намного проще. Достаточно сделать рестарт. И плюс у преподавателей есть возможность полностью контролировать этот процесс. Подобный тренажер для операции по удалению аппендикса уже был разработан учеными Казанского университета. Он уже введен в образовательный процесс студентов ИФМИП. В рамках программы «Приоритет 2030» задача создать и поставить на рынок уже целую серию таких предложений в области виртуальной реальности. Если мы сейчас за этот период, когда работает «Приоритет 2030», мы разработаем все, что мы запланировали, то это будет уже увесистый такой пакет, который можно передавать в работу другим медицинским университетам. Эта работа идет в рамках Центра превосходства «Цифровое здравоохранение». В него входят три лаборатории. Медицинская кибернетика и машинное зрение, медицинская робототехника и виртуальная симуляция. И все эти технологии должны быть внедрены в реальную жизнь. Понятно, что раскрывать секреты всех проектов ученые и разработчики пока не торопятся. Сначала результат. Параллельно идет работа с крупными компаниями. Они и в целом общество и государство формируют запросы. А университеты при поддержке Федерального Центра их реализуют. Все как в бизнесе. И успех проектов уже будет виден не на бумаге, а на деле. Казанский Федеральный Университет уже приступил к реализации программы «Приоритет 2030». Первые грантовые поступления из федерального бюджета пошли на формирование или дооснащение университетских лабораторий, которые будут центрами ответственности за реализацию прежде всего стратегических программ. Об этом решении, которое было принято совместно с дирекцией программы, сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров. При этом он отметил, что реализация программы без сотрудников и преподавателей самого университета невозможна. Поддержка каждого сотрудника – это основа социальной политики университета, уверен ректор. Он подчеркнул, что в университете постоянно с определенной периодичностью выделяются премиальные ресурсы. Одна из последних, в частности, была сделана ко дню рождения университета. Ее получили все сотрудники. В преддверии новогодних праздников Ильшат Гафуров объявил о новых выплатах преподавателям. С учетом того, что этот год особенный и достаточно сильные идут инфляционные процессы, было принято решение. Первое решение было принято нами еще в сентябре месяце, когда все сотрудники получили тогда по 15 тысяч рублей. На это же еще подвигло решение президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина, о выплатах единовременных тогда определенным категориям населения. Это и, прежде всего, военнослушащим, работникам правоохранительных органов. Далее у нас выплаты были по 20 тысяч рублей. Это мы уже сами как бы единовременные выплаты сделали. И вот сейчас до конца года будут сделаны выплаты каждому преподавателю по 45 тысяч рублей. Если взять сентября, это примерно, то есть выплаты в сумме 80 тысяч рублей, единовременные как бы, или с распределением в три периода, к каждому одинаково, независимо. Человек ассистентом работает, преподавателем старшим, либо, значит, работает профессором. Покорить Антарктиду удалось представителю Казанского федерального университета. Из увлекательного научного путешествия вернулся проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалеев. Для него эта поездка носила не только важную научную задачу. Он смог осуществить свою давнюю мечту, ту, которая, в общем-то, и привела его когда-то к изучению наук о земле. Своими первыми впечатлениями и результатами экспедиции на край света он поделился с нашей программой. Здравствуйте, Денис Карлович, с возвращением вас. Здравствуйте. В сентябре мы с вами уже встречались, и тогда вы просили не раскрывать подробности экспедиции в Антарктиду. Но вот, наконец, вы вернулись, и давайте начнем с самого начала. Как вообще появилась такая идея и возможность? Ну, идея эта довольно старая уже. Вот пять лет назад коллеги мои из Уральского федерального университета, они совершили первую экспедицию в Антарктиду. Ну, та экспедиция была направлена просто на сбор метеоритов, и экспедиция была очень удачной, интересной. Вот, и, в общем-то, после этого я тоже загорелся этой идеей. Тем более, что, значит, планы посещения Антарктиды у меня были давно, практически с детства. Вот я читал эти книги, в общем, про Шеклотона, значит, Скотта, про Амундсона. И последние годы, вот, и в связи с, значит, годом Симонова, как вы помните, да, 19-й год был годом Симонова в Казанском федеральном университете. Вот. И 200 лет открытия Антарктиды. Все эти вот факты, они продлевали масло в огонь, и, в общем-то, я собирался, собирался. И вот, в принципе, у нас была надежда, значит, 19-й год, 20-й год, но проведение такой экспедиции – это очень такое сложное мероприятие, на самом деле. Это и деньги, это и организация, это и возможность, значит, получения всяких разрешений на посещение Антарктиды. Потому что Антарктида – это специальная такая особенная территория на земном шаре, на нашей планете. Вот. И, наконец-то, вот эта вот наша мечта, она сбылась, потому что мы нашли спонсора, нашли, получили все разрешения, все организовали. А какие задачи стояли перед вами в рамках экспедиции, и удалось ли их выполнить? Задач было очень много. Ну, во-первых, я вот говорю, наверное, 10 пальцев на мероприятие, значит, можно загнуть 10 пальцев, чтобы сказать, почему вот так получилось, каких были задачи. Вот. Конечно, во-первых, это я хотел понять, что в Антарктиде можно проводить научные исследования. И эта территория является для России приоритетной, потому что в стратегии научно-технологического развития Российской Федерации записано, что Арктика и Антарктика являются приоритетными территориями, да, для Российской Федерации. Ведь до этого мы с ребятами из Уральского и Федерального были, значит, в Чили, пустыне Атакама, тоже собирали метеориты. Вот. Это тоже было очень интересно. Это, конечно, первая задача была. Ну, вторая задача, тоже очень важная, она связана вот с нашей новой программой Бритет-2030, она связана с составом древней атмосферы. Вот нам очень важно знать состав атмосферы Земли, скажем, 100 лет назад, 200, 300, 1000 лет назад, да, чтобы построить реальные, правильные модели влияния парниковых газов, значит, на климат, да. Третья задача у меня была связана вот с тем моим научным хобби, которым я занимаюсь, продолжаю заниматься, и, в общем-то, успешно вполне, это изучение осадков донных отложений современных озер. То есть донные отложения современных озер, они являются архивами изменений климата, окружающей среды. Вот мы бурим современные озера, достаем этот керн и по ним изучаем, как развивалась биота, как развивалась, значит, вот ландшафтная территория, как изменялся климат, как изменялось магнитное поле. Ну и, конечно, много других. Во-первых, я хотел понять, скажем, как вот эти люди, там Скотт, Амундсон, Шеклтон, как они вообще могли тысячи километров пешком, по сути дела, пройти по этой снежной ледяной пустыне, достигнуть полюса. И мне хотелось самому понять, скажем, действительно, это вообще реально для человека, того времени и сегодняшнего человека. Тем более, что мы, у нас было все оборудование, все снаряжение очень мощное. И, конечно, хотел посмотреть. На Луну я, наверное, даже не смогу полететь, а вот в Антарктиду надо съесть. Это мечта была такая у меня. Вот, кстати, об оборудовании. Расскажите, как был обустроен быт, повезло ли вообще с погодой вам? Ну, знаете, погода в Антарктике, она, конечно, такая. С ней не может повезти. У вас будет там обязательно, если вы поедете на какое-то время, ну, больше, чем 2-3 дня, то у вас обязательно будет и буря, и хорошая погода. Ну, здесь точно так же было, да. Мы сначала, и мы приехали в Кейптаун, значит, там мы выдержали карантин, потому что, значит, Антарктида это территория без ковида, естественно, данный попадатель человека проверен, надо сказать, да, мы сделали тесты и попали, полетели в Антарктиду. Мы прилетели, ночь переночевали одну в аэропорту Ново, это вблизи станции Новолазаревская, и потом нас с маленьким самолетом уже, вот, Дуглас, 45-го года, ну, такой переоборудованный, у него двигатель новый, конечно, естественно, он так бы, как бы, модернизирован достаточно хорошо. На этом самолете мы улетели километров за 120 от аэропорта, нас высадили на точку, которую мы заранее запланировали. Но, к сожалению, нам не удалось высадиться именно в той точке, которую мы хотели, та точка, которая была наиболее, наверное, выгодной с точки зрения сбора метеоритов, вот, потому что там было очень много трещин, и летчик не решился посадить туда самолет, и нас высадили за горами. Всего мы там были почти 10 дней, вот, на этой точке мы хотели немножко побольше, две недели побыть, но, к сожалению, не получилось, потому что вот за несколько дней началась такая, вот, ветер сильный поднялся, нам разрушило палатку, мы ее собрали, значит, собрали несколько тонн камней, значит, утроили там крепость такую сделали, щитки поставили, все, но, тем не менее, нас палатку все равно снесло еще раз, да, ветер был очень сильный, там очень сильный ветер бывает, конечно. То есть, вас просто самолет высадил, оставил и сказал, вот, живите, раз в день мы созваниваемся. Да, да, у нас была связь, конечно, система спасения, конечно, антарктивно налажена очень хорошо, и потом там очень хорошо предсказывает погода, потому что огромное количество метеостанций автоматических существует там, ну, со всего мира, как бы, да, весь мир, они, это все объединено в одну большую сеть, и погода предсказывает с точностью до нескольких часов. А что вам больше всего запомнилось во время этой экспедиции, самое яркое впечатление? Ну, самый, вы знаете, я не скажу, что это одно было, их было много, вот даже когда мы летели из Южной Африки в Антарктиду, вот, я смотрел в иллюминатор и видел вот эти вот все возможности, вот океан, вот начинаются льды, маленькие льды, большие льды, и вот представляешь, как эти корабли наши, значит, востоки мирные, российские наши корабли, плыли, и отлично понимаешь, почему Антарктида так долго была, не была открыта, да, потому что пройти по этим льдам далеко и дойти до вот этого шельфового ледника, это большая проблема, это несколько, ну, сотни километров нужно было вот этот лед пройти, и, ну, риск огромный, то есть, что вас зажмет в этих льдах, и все-таки, вот, видимо, погода была хорошая, 20-й год, вот январь, вот, а потом дальше еще масса таких вот впечатлений, значит, совершенно неописуемых, честно говоря, во-первых, это солнце, лед, голубой лед, это красота колоссальная, это ужас ветра такого, да, это ужас мороза, первую ночь я продрог, как я не знаю кто, да, мозга костей, по сути дела, да, неглодимые впечатления оставляют, то есть, я получил, наверное, все вот, большинство из тех впечатлений, которые я хотел получить, и глубоко их понял, то есть, я могу сейчас с людьми разговаривать, да, говорить о том, что нужно сейчас Антарктиду, потому что я там был, я знаю, насколько это сложно, и я хотел это делать, да, и теперь, конечно, я могу об этом говорить, с людьми должно быть все, все мелочи должны быть продуманы, то есть, вода, которую вы пьете, вы должны пить много воды, потому что вы выдыхаете, там воздух очень сухой, вы выдыхаете воду, по сути дела, вы выдыхаете литры воды, понимаете, когда вы дышите, это вы видите утром, когда просыпаетесь, вы видите, что у вас там намерзла такая бандура, вы понимаете, что это ваша вода, которую вы вчера выпили, вот эту вы должны сегодня тоже выпить. А ее нужно взять лед, растопить надо его сначала, потом вскипятить, расследить термосы. Очень большое время вытратите на жизнебеспечение, по сути дела. В Антарктиде, конечно, по соглашениям ничего нельзя оставлять, никакого мусора, в том числе отходы жизнедеятельности, они все должны быть собраны, упакованы, привезены в лагерь и утилизированы уже на другом континенте. Обычно в Южной Америке все это увозят, там все это утилизируется. То есть ни кусочка пластика, ни бумажки, ни там все остальное, это все нужно вывозить с собой. То есть привезли, увезли, все. Вы условно в космос слетали, такой рассказ. Ну, конечно, не то, что космос, конечно, Луна – это другое тело, но в принципе для нашей обычной жизни это космос, конечно. Большое спасибо за интересную беседу. Пожалуйста. И я пожелал бы ученым нашим, молодым ученым особенностям, поставить тоже такие цели и тоже побывать в этом замечательном уголке Земли. Это, наверное, самый уникальный участок Земли, на котором всегда можно найти место, где не ступала нога человека. Если вы хотите поставить свой печатный ноги, то нужно идти в Антарктиду, потому что там настолько много мест, где не ступала нога человека. И все-таки я думаю, что вот после своей поездки я попробую, буду агитировать фонды, различные научные фонды, различных научных учреждений, чтобы они все-таки занимались Антарктидой. Этот континент требует огромного внимания. И нужно, чтобы молодые люди, ученые ездили туда, проводили там различные эксперименты. Это и биологи, и материаловеды, кстати, да. И не только, скажем, климатологи, это само собой, геологи, там, географы, это само собой. А вот и физики, и химики, и люди, которые создают новые материалы, новые устройства, вот для освоения этих вот Арктики, Антарктики, они должны побывать в Антарктиде, конечно. Это незабываемое впечатление. И, конечно, это очень красиво. Колоссально красиво. В Казанском университете чествовали человека, который больше полувека своей жизни положил на алтарь процветания своей Альма-Матер. Речь о заслуженном профессоре Казанского университета Риязе Минзарипове. В сентябре он отметил свой 70-летний юбилей. Вся его трудовая деятельность связана с Казанским университетом. Он начал работать здесь в качестве слесаря-сантехника в 1970 году, а через год поступает на историко-филологический факультет. Отличную учебу он сочетает с активной общественной работой. Это не могло не сказаться на его дальнейшей жизни. Он окончил аспирантуру, занялся научной деятельностью, но при этом всегда оставался активистом-общественником. В 90-е годы возглавлял учебный отдел КГУ. Тогда началась реструктуризация системы обучения в Казанском университете. Он уделял вопросам сохранения качества подготовки специалистов своего внимания. При нем была образована ассоциация выпускников Казанского университета. Свою научную и учебную деятельность Рияс Мензарипов всегда сочетает с большой воспитательной работой. При его участии была разработана и принята программа воспитания. В должности проректора по образовательной деятельности много сделал для развития системы дополнительного и непрерывного образования в университете. Свою работу он продолжает и сейчас в качестве советника при ректорате. Как стать послом русского языка об этом через несколько минут. Также смотрите в программе далее. Казанский федеральный университет занял 28 место в международном рейтинге КУЭС развивающихся стран Европы и Центральной Азии. За два года университет улучшил свои позиции сразу на 4 пункта. В этом году в рейтинг включены 450 лучших вузов региона, в том числе 129 вузов из России. Положительная динамика УКФУ отметилась в показателях по соотношению числа студентов и сотрудников профессорско-преподавательского состава, по проценту сотрудников с ученой степенью, количеству опубликованных статей, международному научному взаимодействию доли иностранных преподавателей и студентов. О других событиях из жизни Казанского университета и Татарстана смотрите в нашем дайджесте. Ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор Китайского Юго-Западного нефтяного университета подписали меморандум о сотрудничестве между вузами. Церемония состоялась во время форума Республики Татарстан и провинции Сычуань. Он прошел с участием президента Республики Рустама Мениханова. Также в рамках форума Казанский университет подписал меморандум о взаимопонимании со школой при Втором Пекинском институте иностранных языков Чэнду. Во дворе главного здания КФУ открылся бюст русского писателя, первого студента Казанского университета Сергея Аксакова. Высота композиции почти 3,5 метра. Памятник изготовлен из гранита и бронза. Автором бронзового бюста выступил скульптор Салават Щербаков, архитектор проекта Герман Баколин. Инициатива увековечения имени Сергея Аксакова принадлежит Русскому национально-культурному объединению Республики Татарстан. Это гордость Казани, Федерального университета. И открытие этого бюста – это, безусловно, знаковое событие для всех нас. В КФУ может быть открыт Межвузовский центр учебных и производственных практик Росреестра России. Об этом шла речь во время видеоконференции по вопросам взаимодействия федеральной службы с фузами в целях создания консорциума для подготовки специалистов. В нем принял участие и ректор Ильшат Гафуров. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании аттестационной комиссии Минобранауки России. В режиме видеоконференции его провел заместитель министра Петр Кучеренко. На рассмотрении комиссии были представлены 10 кандидатур от 5 российских вузов, претендующих на руководящую должность. В их числе были и представители Казанского государственного архитектурно-строительного университета. На правах председателя Совета ректоров вузов Республики Татарстан Ильшат Гафуров сообщил членам комиссии, что КГСУ является активно развивающимся университетом республики, в котором одним из первых был создан Попечительский совет. Эффективно действующий на сегодняшний день сформирована уникальная инфраструктура. Этот Попечительский совет, он реально и очень эффективно действует. О чем в своем выступлении и рассказал наш лицепремьер. IT-разработки, системы, сервисы, проекты пространственного развития, лучшие практики в сфере территориального развития в Татарстане. С этим на неделе ознакомились члены управленческой команды ХМАУ ЮГРЫ в КФУ. Для них в Казанском университете прошла стажировка. Делегацию гостей возглавил первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа ЮГРЫ Алексей Шепилов. Университет Республики готова предоставить свои площадки для создания культурных центров и организации различных мероприятий. Об этом рассказал Ильшат Гафуров на заседании Комитета Парламента Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Здесь был рассмотрен вопрос нехватки кадров учреждениям культуры. Если мы хотим, еще раз повторяю, сохранить нашу национальную культуру, то мы должны начать работать. Я с вами полностью согласен со школьного уровня, но никогда не забывать уровень наших вузов. В КФУ открылся тир для спортивной стрельбы. В церемонии приняли участие ректор Ильшат Гафуров и четырехкратная чемпионка мира по спортивной стрельбе – олимпийский призер Светлана Демина. Занятия на спортивной площадке будут включены в учебный план для тех направлений подготовки, где необходимо владение оружием. При проведении студенческих спартакиад и спортивных мероприятий для сотрудников данный вид спорта будет включен в программу соревнований. Аналитики назвали самые популярные соцсети в России. Тикток поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в нашей стране, обогнав одноклассники. Первое место занимает Инстаграм, второе – ВКонтакте. Таков анализ мобильного интернет-трафика одного из крупнейших российских сотовых операторов. При этом Инстаграм стал основным поставщиком так называемых платных онлайн-марафонов по саморазвитию и заработку. При этом ценности эти курсы не несут никакой. Об этом заявила на днях телеведущая-журналист Ксения Собчак. Она называла таких звезд инфо-цыганами. Цитирую Собчак. «Они плодятся и размножаются каждый день, кормят подписчиков фоточками якобы роскошной жизни и мутными цитатами и активно продают ничто». О том, чем еще запомнилась эта неделя в социальных сетях для большинства татарстанцев, узнаем из авторской рубрики Леонида Толчинского. И снова с вами «Смотрите сами». Продолжая тему инфо-цыганства, поднятую столь иронично Ксении Собчак, хочу за пару минут всего сказать вот что. Тема бесконечных коучей и инфо-цыган, коих развелось с каждой подворотни уже по роте, действительно назрела для своего осмысления. Пандемийные ограничения и последствия потери ориентиров многими в этот период только подтолкнули всезнаек от жизненного успеха в любой сфере к активизации. Не хочу это называть мошенничеством на ниве образования и просвещения. Это все-таки не прямая продажа дипломных и курсовых работ. Но в своей конечной опасности это очень родственное занятие. Надо признать и то, что у нас не только армады всезнаек накинулись на кошельки сограждан, обещая в самые короткие сроки научить их правильной жизни и уникальным компетенциям. Целый университет уже давно работает по лекалам классических инфо-цыган. К слову, и сама Ксения Собчак, думаю, что давно не смотрела на себя в зеркало, ибо ее манера всех всегда во всем учить правильной жизни и посмеиваться над неудачниками в ее понимании. Такое же инфо-цыганство. И еще и замешано оно не только на завышенной самооценке и влюбленности в себя, но и на родовой фамилии, которую она нещадно эксплуатирует и которая позволяет ей все эти годы не попасть под огонь давно заслуженной критики. Скажем так, не ей учить нас правильному осмыслению происходящего. Но давайте признаем и другое. Вопросы, связанные с популяризацией знаний, с просвещением, коррекцией жизненных установок и траекторий дальнейшего жизненного пути сограждан, особенно молодых, долгое время были пущены на самотек. Само государство устранилось от них, распахнув двери тем, кого сегодня и именуем пренебрежительно инфо-цыганами. Посмотрите на ниве того же научпопа. У нас самый яркий игрок был до последнего времени не государственный, а вполне себе частный Арзамас. И может быть одним из главных достижений уходящего года науки и технологий является тот факт, что именно государство начало серьезно переосмысливать свое участие в большой образовательной и просветительской нише, столь востребованной в быстро меняющемся мире. Думаю, что заметным толчком к этому переосмыслению стало и торжество антиваксеровской пропаганды в инфополе, ибо она родом оттуда же, из инфо-цыганства. Один из результатов серьезного смещения акцентов стало возрождение из пепла общества знания. Не стану рассказывать об лобовом величии, о его былой роли в просвещении населения. Отмечу, что сегодня при поддержке федеральных властей знания обретают контуры реального игрока, который может существенно при эффективно выстроенной работе стать несиловым механизмом в вытеснении из нашего окружения горя коучей и инфо-цыган. К слову, в ближайшие дни огромная студия по производству онлайн-просветических проектов открывается знанием на базе и в тесной коллаборации с Казанским федеральным университетом. Планы в этой связи у площадки грандиозные, и будем верить, что их реализация, в том числе, будет способствовать вытеснению из нашего лексикона термина и самого содержания инфо-цыганства в его нынешнем уродливо-нагловатом виде. Всем доброго! Студентка Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета станет послом русского языка в мире. Подведены итоги отборочной кампании международной волонтерской программы. В число финалистов вошла и Эмма Закирова. Здравствуйте, Эмма. Здравствуйте. Для начала расскажите о самой программе и почему вы решили принять в ней участие. Посол русского языка в мире – это международная волонтерская программа, инициированная Государственным Институтом русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, который поддерживает Министерство образования Российской Федерации. Вообще, эта программа направлена на преподавание, на проведение уроков для школьников, для студентов, для которых русский язык является неродным, является иностранным. И таким образом мы рассказываем о нашей русской культуре, рассказываем о русском языке. Конкурс проходил в несколько этапов, насколько я понимаю. Какие задания для вас были самыми сложными? Первый этап была заявочная кампания. Все участники должны были прочитать стихотворение на видео и выслать его дальше по результатам этого отбора. Нас пригласили в Москву для участия в очном этапе. И там уже мероприятие шло три дня. Сначала нам проводили мастер-классы, для нас вели уроки о том, как лучше рассказывать, как лучше преподавать, какие темы лучше затрагивать, про какие сказки лучше рассказывать, какие легче для понимания иностранным студентам, иностранным школьникам. И самое сложное для меня лично было, конечно же, последний этап конкурсного отбора. В последний день мы проводили урок, как будто бы для... мы проводили урок на 10 минут, как будто бы мы уже являемся послами русского языка и как будто бы мы уже выступаем перед иностранными школьниками. А по каким критериям в итоге отбирали финалистов, победителей? Самыми главными критериями для методистов были первое это позитивный настрой во время урока, именно то, что ты позитивно настроен, то, что ты умеешь держать аудиторию, что ты активен, что ты, если что-то пойдет не так, сможешь справиться со стрессовой ситуацией. Например, если вдруг твой студент или школьник как-то начнет себя странно вести или вдруг заплачет, а мы, как... не все участники имеют именно педагогическое образование в сфере русского языка как иностранного, и именно вот этот вот выход из стрессовой ситуации и как-то тебе быстро выйти из нее, наверное, они следили вот именно наблюдали за активностью, за тем, как ты держишь аудиторию, за тем, как ты можешь выбраться из стрессовой ситуации, и также за твою речью, естественно. А что дальше вам предстоит, чтобы стать иностранным послом, в чем заключается последний этап, как я понимаю, и в какие страны вы можете поехать? Заключительный этап теперь состоит в том, чтобы мы снова поехали в Москву и прошли уже более углубленную образовательную программу, где методисты Института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина уже более глубоко расскажут нам, более подробно расскажут нам о том, какие нюансы есть в преподавании и какие мастер-классы лучше проводить, и расскажут нам именно о построении методики этих уроков. И также после образовательной программы мы уже отправимся непосредственно в наши первые экспедиции, где будем преподавать школьникам и, возможно, студентам разных стран. Например, такие страны мы можем поехать, как, например, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Турция, страны СНГ. Ну, еще один вопрос. На ваш взгляд, все-таки в чем главная миссия, идея проекта, чтобы именно вот такие молодые люди становились послами русского языка и преподавали его за рубежом? Эта международная программа направлена на непосредственно диалог культур, на развитие межвузовских международных отношений, на именно развитие партнерских связей между студентами, между молодежью разных стран. И вот вы задали хороший вопрос, почему именно студенты должны этим заниматься, потому что именно студенты и аспиранты являются участниками, послами этой международной программы. Мне кажется, что именно суть в том, что именно молодежь разных стран должна как бы разговаривать между собой, развивать диалог международный, и развивать международный диалог, и тем самым как бы развивать эти отношения друг с другом. Большое спасибо за интересную беседу, желаем вам, конечно же, победы и удачи в продвижении русского языка. Спасибо. Да, есть смелые девушки в казанских университетах. Конечно, многие узнали в этом фразу известного поэта про женщин в русских селениях. Речь о Николае Некрасове. 200-летие со дня его рождения празднуют в России. Заслуга Некрасова в посвящении творчества народу русским народным мотивом. В своей поэзии Некрасов воспел все народные страдания. Он создал новое направление в поэзии. С ним связана целая эпоха. Как Николай Некрасов был связан с Казанью и какие раритеты хранит отдел рукописей и редких книг Казанского университета, узнал Илья Андреев. Где розы, там и терни. Так сказал классик русской литературы Николай Некрасов. 10 декабря мы отмечаем 200 лет со дня его рождения. Он создал свой неповторимый стиль, переплетая народные мотивы и острую политическую цензуру. Именно Николай Некрасов открыл миру Толстого, Достоевского, Тургенева. Их произведения он напечатал в журнале «Современник», который издавал 20 лет. Родился будущий писатель, журналист и общественный деятель Николай Алексеевич Некрасов 10 декабря 1821 года в украинском уездном городе Немирове Подольской губернии. Паэт вырос в большой семье, Некрасов имел 13 братьев и сестер. Он был старшим из 14 детей. Раннее детство Николая прошло в родовом имени отца, селе Гришнево, Ярославской губернии, куда семья перебралась после отставки Алексея Некрасова из армии. Особые близкие отношения у мальчика сложились с матушкой. Она была для него лучшим другом и первым учителем. Именно она привела ему любовь к русскому языку и литературному слову. В 1832 году Некрасову исполнилось 11 лет, и он поступил в гимназию, где проучился до пятого класса. Учеба давалось ему тяжело, отношение с гимназическим начальством не ладилось, в частности из-за едких сатирических стихов, которые он начал сочинять в 16 лет. Поэтому в 1837 году Некрасов отправился в Петербург, где должен был согласно желанию отца поступить на военную службу. К началу 1840-х годов он зарабатывал на жизнь тем, что писал стихи и сказки, публиковал небольшие статьи в литературной газете, отдавал частные уроки и сочинял пьесы для Александринского театра под псевдонимом «Перепельский». С середины 1840-х годов Некрасов начал активно заниматься издательской деятельностью. При его участии был опубликован «Альманах» — «Петербургский сборник». Именно в нем был впервые напечатан роман Достоевского «Бедные люди». В конце 1846 года Некрасов вместе со своим другом, журналистом и писателем Иваном Панаевым, арендовал у издателя Петра Плетнева журнал «Современник». Молодые авторы, которые до этого публиковались преимущественно в отечественных записках, охотно перешли в издание Некрасова. Именно «Современник» позволил раскрыть талант таких писателей, как Иван Гончаров, Иван Тургенев, Александр Герцен, Федор Достоевский, Михаил Салтыков-Шедрин. Сам Некрасов был не только редактором журнала, но одним из его постоянных авторов. На страницах «Современника» выходят его стихотворения, проза, литературная критика, публицистические статьи. И о популярности свидетельствуют издания, которые сохранились в отделах рукописи редких книг. Здесь переписана поэма «Кому на Руси жить хорошо?» «Рукопись XIX век» — это свидетельство того, что достаточно популярен был в то время Некрасов. И не только поэма, но и его стихотворение. Это рукопись XIX века. Это издание выходит в 1856 году в Москве. Здесь тоже приведено стихотворение Николая Некрасова. Ну и в послевоенное время сразу же, в следующий год, в 1846 году, в Ленинграде выходит целый комплект открыток произведений Николая Некрасова в иллюстрации различных художников. Николай Некрасов известен современным читателям как самый крестьянский поэт России. Именно он одним из первых заговорил о трагедии крепостничества и исследовал духовный мир русского крестьянства. Был Николай Некрасов и в Казани, правда, проездом летом 1846 года. С 27 мая по 5 июня. Жил тогда в Акчуринских номерах. Ныне улица Кремлевская, дом 5. В поэме «Русские женщины» Некрасов описал остановку Марии Николаевны Болконской по пути в Сибирь, именно в гостинице Дворянского собрания. «В Казани я сделала первый привал. На жестком диване уснула. Из окон гостиницы видела бал. И, каюсь, глубоко вздохнула». Поэт Николай Некрасов считается новатором в области литературных жанров. Его народные, сатирические поэмы стали важным вкладом в золотой фонд русской литературы. Русский писатель Николай Некрасов сказал, «Литература не должна наклоняться в уровень с обществом в его темных или сомнительных явлениях. Она не должна ни на шаг отступать от своей цели. Возвесить общество до своего идеала. Идеала добра, света и истины». Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Известными со школьных времен строками Некрасова мы завершаем программу. Думаю, нетрудно быть сыном, достойным Отечества, для тех, кто трудится на благо университета во имя науки и страны. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok